В Никола-Урюпино, где дислоцируется 45-й инженерно-маскировочный полк, в честь Дня Защитника Отечества проходят торжественные мероприятия. К памятнику поколений здесь, на территории воинской части, ежегодно возлагают венки и живые цветы. И не забывают честовать современных защитников. Сегодня особое внимание тем, кто вернулся из опасной, затянувшейся командировки с выполненным заданием. 15 военнослужащих выполняли свой долг в Нагорном Карабахе. Задачи выполнялись по оборудованию блокпостов, соответственно, на территории разграничения двух ворождущих сторон. Задача была выполнена в срок. Начало выполнения задач было с конца ноября. Сегодня мы крайних встретили наших ребят. Слава Богу, все здоровые, живые, с качественной выполненной задачей. 32 блокпоста и ни одной потери в строю в Армении. Отличный результат. Участников миротворческой операции в рамках празднования отметили государственными наградами. Две из них – медали Жукова, прапорщику Захарову и сержанту Юсенову. Часть наград вручали ветеран-генерал-лейтенант Николай Антоненко и глава городского округа. Эльмира Хаймурзина отметила, что благодаря нашей армии нам нечего бояться. Пусть любой ваш путь, любая ваша командировка заканчивается тем, что вы возвращаетесь к нам, возвращаетесь к своим любимым, возвращаетесь к своим семьям, к своим детям. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам уверенности в правоте своих действий, которые вы совершаете. А мы всегда будем вас ждать. Еще двое из 45-го инженерно-маскировочного полка получили сегодня новые погоны, а с ними повышение до звания старший лейтенант. Для всех собравшихся сыграл концерт православный хор «За веру и Отечество». Показательное выступление устроил и военно-спортивный клуб «Рубин». По словам командира, череда мероприятий воинской части только начинается, современных защитников ждут спортивные и культурные мероприятия, встречи с семьями и, конечно, заслуженный отдых.